Так, ну что, встретились мы все опять поляной. Включили Моана. Давай, ложись сюда с краечку, мама ляжет посерединке. Дэнь! Слази, говорю, быстро! Решила это, не быть строгой мамой. Всем привет, мои хорошие, начинаем новый влог. Начинаю я его с вечера. Денечку мы с Настей, с Настюлей, она в моих шортах, видите, красивых. Тебе нравятся шорты? Идут? Классно? Короче, мы такая в домашней обстановке, Деньку забрали с Настей с садика. И сегодня Настя говорит, хочу тебе остаться дома с ночевкой. Я позвонила брату, говорю, Настя изъявила желание остаться с ночевкой дома. Да? Он говорит, ну не знаю, в общем, они с работы должны были вообще забрать ее, приехать. Говорит, не знаю, надо решить, вообще вот так ночевки мы не практикуем, как бы. Что-то это, я говорю, ну в принципе, можно было бы попробовать, как Настюшке будет у нас. Я говорю, ты сама в комнате заснешь, там, ну нормально тебе спать? Она такая, да, нормально. Говорю, потому что Денька еще, ну как бы спит со мной, мы вместе спим, а ты, говорю, в комнате отдельно тогда будешь спать. Она хорошо, ну детская, она прикольная, уютненькая. В общем, сейчас я говорю, давайте покушаем, да, и будем мультики смотреть, да, День? Нет, да. Вот мы расстелим сейчас диван этот, включим какой-нибудь мультики, типа Моан, да, или какой-нибудь мультик, такой интересный, как кино. И будем вместе смотреть. Время сейчас полвосьмого, и как раз-таки пока мы посмотрим, и уже спать будем потом укладываться. А, родителей, может, дождемся, может, они заедут в гости. Я говорю, пойдите в кино сходить, еще что-нибудь поделать. Зай, кашу, ты будешь садить? Нет, нет, мы садим вот сон. Зай, не надо его включать, кисть. В общем, мы включили холодное сердце, сейчас я тоже молочко наливаю себе и иду к ребятам смотреть. Стоп, что-то не поделит. Второй мультик включили, Моана. Милка с нами, да. Ну что, мои детки, конфетки, мы будем сейчас ложиться вместе сначала. Милка залезла на кровать, смотрите, никого не пускает. Включается. Так, все, ложитесь, Настюлька, давай. Ты где будешь спать? День, носочки снимай. На моем месте уже лежит милка. Сейчас я ее уберу. Все, беги сюда, Настя. Так, Настя легла, вся в моей одежде. Не жмет тебя? Вот, все. Денечка, давай ложись сюда с краечку, мама ляжет посерединке. Попробуем вместе уснуть. Если что, это... Будете вдвоем спать потом. Или я тебя перенесу тогда в спальню потом, да? Все, вместе засыпаем. Деня включил красоту. Выключаем свет, да? Вау, как красивично. Давайте закроем еще дверь. Да, очень красиво. Это Деня красиво так сделал. Все, спокойной ночи желаем всем. Спокойной ночи. Да, спокойной ночи. Ну что, всем доброе утро. Дуй, Денечка, горячее. Детишки проснулись. Любят яичницу? Любите яичницу? Кушают, завтракают. Я тоже проснулась. И время, блин, 8 часов. Кто у нас первый проснулся? Настя, да? Настя проснулась первая. Сидела здесь такая на этом стуле. Волосы на лицо опустила. Как будто из фильма звонок. И открываю такая глаза. Испугалась аж сначала. А мы с Денькой в итоге спали здесь. А Настюля спала в той комнате. Я их сначала положила в этой комнате. Ну, то есть мы все вместе сели. Глиза, 15 минут они уснули, прикиньте. Я это, родителям пишу. Я говорю, мы укладываемся спать. Типа, пробуем. Все вместе легли спать. В итоге такая раз-раз, 15 минут проходит. Я смотрю, оба уже храпокадали. Я встала. Пошла туда кино смотреть. Пока там видео какие-то делать. Потом кино посмотрела. Денька, я там уже постелилась. Денька что-то такое, что-то вертелся. Тра-ля-ля. Я говорю, ну пойдем ко мне. И все. Настюля здесь одна в комнате спала. А мы с Денькой там. И все. А потом утром она уже просыпается и сидит, как звонок на стуле здесь. Вот. Я, в общем-то, тяжело просыпаюсь. Я сейчас сделаю себе кофе. Я еще такое сплю на самом деле. Так, заплетаем хвостики. Настя сказала, заплети мне два хвостика и потом из хвостика косички. Сейчас вот сделаю, покажу, что получится. Так, вот что у нас получилось. Я сделала такие легкие косички. Не стала их туго делать. Мне такие больше свободненькие нравятся. Все. День Победы. Все дела. Иди посмотри в зеркало. Так, ну что, мы вышли наконец-таки. Если я себе такой лучок придумала, многослойный. Что это? Если будет жарко, то я сниму черное, оставлю белое. Денька у меня весь тоже такой, чуть что, нарядные все, красивые, да? В общем, сейчас я Настю отдам папе, и мы с Даней поедем в торговый центр. А вы сегодня в деревню уезжаете, в Станин. К бабушке. Так, вот мы выходим из-за ворота. И кто нас встречает? Виталя. Виталя. Вот она, любовь папская. Понравилось? Еще придешь? А тетя Наде понравилось поведение? Нормально, вообще, очень классно. Молодцы. Воспитанный человек. Воспитанный, умничка. Следующий на очереди, высоко взлететь, да? А Наташа на работе. Ну что, попрощались мы с ребятами. Денечка чуть-чуть расстроился, да? Ну ничего, еще Настюля придет к нам. Понравилось ему, что Настя у нас тут столько времени провели вместе. Сейчас мы едем в торговый центр, я как раз одну кружечку кофе только выпила. Мне надо как раз второй. И время сейчас без пятнадцати час. Сейчас я еще думаю написать... Ой, что-то у меня зеркало, блин, так вообще плохо стоит. Написать кому-нибудь из девчонок. Ленусик, например. Может, кто-то тоже в ТЦ собрался сегодня. Короче говоря, торговый центр бустой. Просто народу нет. Ну и мы гуляем просто здесь с Денечкой. На улице жарища, между прочим. В основном монетки. Да, сейчас мы поменяем День. Значит, хочет чупа-чуп с монетки. Короче, в Пуленбир захожу. Здесь вот у них ремонт. Мне кажется, когда такой ремонт, более все наглядно. Видно, что продается в магазине. Хочется купить, посмотреть, потрогать. Это еще ремонт обалденный. Так много клевых вещей в Страдивариусе. Вот кроссовки мне понравились. Но моего размера нет. Вот эти 39, вот эти 37. Вот такие вот топульки интересные. Кроссовки, кстати, 4 тысячи стоят. Вот это 3 300. Девочки, зашла в магазин Марк Кони. Смотрите, какие кроссики прикольные нашла. Моего размера, правда, нет. Это восьмерка на мне. Она большая, видите, он палец видно. Вот. Но мне интересно, на чью фирму похожи они. Потому что я смотрю, здесь есть похожие знаменитые марки. И мне интересно, кто придумал вот эту вот модель. Мне кажется, это за Коспорт что-то. Кто знает. Ну что вы думаете, не обошлось без потерь. Когда были в туалете, оставили там шапку и жилетку. Зашли сейчас к стол информации. Она прозвонила всех там и сказала, что ждет наша жилетка и шапка нас к устойке информации. Так что идем. О, мои дорогие, так хорошо и тихо в городе. В торговых центрах прелесть просто. Сейчас взяли там игры еще, наборы. Мы же в Москву поедем. Марку подарочек подготовили. Чтобы не с пустыми прям руками. Вот. И что, что хотела сказать. А, сестра мне сейчас позвонила. Им говорит, они там встречаются в парке гуляют. Сейчас все там племянник мой. И Виталик с Настей. Я говорю, мы сейчас примчим к вам. Так что сейчас поедем в парке погуляем. Я, честно говоря, находилась устала. Ничего почти не купили. Только вот подарки купили. Вот два наборчика. Там Деньки и Марку. И кофе свое взяла. И все, мне так болят ноги. Ужас просто. И еще у нас просто лютая жара. Вообще, я хотела сейчас реально что-нибудь понакупить. Я удивляюсь сама себе, вот сколько я живу. Столько я сама себя изучаю. Как у меня работает вообще мозг. И если вдруг, вот я собралась шопиться. Ну, к примеру, я собралась шопиться в Москве. Думаю, ну, как бы не сильно, но немножко хочу туда зайти, туда зайти. Посмотреть. Все равно это будут расходы. Вообще, в Москве расходник высокий такой. То есть, у меня прям впритык под всю поездку. Приеду и буду уже экономить деньги. Ну, хочется отдохнуть хорошо. И решила выделить, в общем-то, бюджет свой на эту поездку. Естественно, хочется пошопиться. И для видео много чего нужно взять. То, что прям необходимо, пока я буду в Москве, туда-сюда зайти. Ну, и для себя что-то там купить, да? Порадовать себя чем-то. И думаю, вот зачем сейчас шопинг здесь делать, если я сейчас поеду в Москве, куплю что-то, что у нас в Ростове нет. Мне уже приятнее будет носить какие-то вещи. Ну, а там больше выбор в Москве на самом деле. Хотя я все равно кроссовки сейчас, которые вам показывала здесь, я их все равно заказала свой размер. И приеду как раз и померю их. Они прикольные. Ну, если я не найду в Москве эту обувь, может, оригинал какой-то найду, потому что там какие-то закосы все. Вот у меня аж, например, эти летние басандошки. И там прям такие похожие. Я говорю, тю, а что это за закос? Ну, понятно, что все. Она говорит, ну, все там типа бренды друг по другу косят. Я говорю, ну, понятно, что там друг по другу косят, но кто-то есть один, кто это придумал, а все остальные уже косят под какие-то бренды. Я, честно говоря, не люблю закосы носить. Мне прям хочется вот собирать денег лучше и взять себе что-нибудь, чтобы знать, что это не закос, а вот оригинальный магазин, где я покупала. Поэтому я подумала, что эти кроссы тоже закос, но они стоят 12 500. Значит, это закос, наверное, под что-то крутое, потому что аж я покупала за 10 500, по-моему, а тут они стоят 4 500 у них. Ну, похожие, похожие, переделанные, но суть понятна, одна и та же. Если эти 12 стоят, значит, наверное, в оригинале они стоят 24, где-то, может, 20. Просто интересно, под кого это закос этих кроссовок. Ну, короче, я их заказала, пока они приедут, пока то, пока сё, ещё деньги появятся. И, короче, я к тому, что как у меня работает мозг. Если у меня вдруг нет денег, а мне хочется пошопиться или ещё что-то. Вот я хожу по магазинам, и мне реально вот... Мне всё не нравится. И я начинаю думать, а почему мне ничего не нравится? Да потому что у меня нет лишних денег. То есть мой организм, мой мозг, мой ум, он меня защищает от лишних трат. Он как бы не то, что говорит, ой, какая классная вещь, как мне её хочется. Если так будет, то я её куплю. Хоть в долг возьму, понимаете, но куплю. Потому что вдруг её потом не будет. Я буду вот это вспоминать её любовью любовной. Страдать буду, слёзы лить. Но мой ум не такой. Он никогда не скажет, что вау, какая классная штука, если у меня на неё нет денег. Представляете? Вообще, я такая умничка. Мне ничего не нравится. Я хожу и думаю, ой, это у меня есть, это похоже на то, а это то, ой, а это закос. Ой, лучше взять оригинал, оригинал надо искать. Ну, короче, вы поняли, да? Такой самообман такой. И мне реально, я хожу не то, что я там вся уговариваю, что что-то мне нравится, а мне реально не нравится. Мне реально, ну, как бы, не кайф это покупать. В итоге я ничего себе не купила. В смысле о том, что, блин, я в Москву еду, блин, там магазины все будут пустые. Ну, в плане народа не будет. Ходи, гуляй, покупай, наслаждайся. Ну, я решила, короче, наверное, здесь ничего не буду покупать. Оставлю все деньги в Москву. Всё, едем в парк. Сейчас посижу, может, мороженое купим, потрушим. На майские праздники, наверное, решили дорогу сделать. Сняли асфальт. Ой, мама, так аккуратно. Я один раз так, это, в Европе, когда была, в Испании, мы взяли машину в прокат. И я вот так вот поехала на машине, а между колё... У меня был люк впереди, очень высокий. И я, короче, проехала, ну, между колёс этот люк пустила. И просто у меня... Ну, и на скорости ещё ехала. Нам то ли вверх немножко подняться, знаете, надо было. Поэтому скорость прибавила. И, короче, я этот люк между колёс проэтывала. И у меня прям снесло всё днище этим люком. Нам по страховке поменяли, как бы, машину, да. Она ездила, тарахтела там вся какая-то. Вообще, как будто рассыпалась. Но в самом факте я запомнила это. Теперь, когда вижу какие-то эти... И, ну, я никогда через колёса ничего не пропускаю. Но вот такие моменты, когда есть, я сразу вспоминаю в Испании эту историю. И думаю, о, нет, сейчас будет ужас. Сейчас оторвёт все днище. Но проносит. Там, видимо, очень высокий... Была, видимо, очень низкая машина и был очень высокий люк. Так, ну что, встретились мы все опять поляной. Смотрите, Катя заботушка вообще. Пакет с продуктами принесла всякими вкусняшками. Балует нас, смотрите, сырок. Я люблю, кстати, такие сырки. Но вот сама не покупаю, прикинь. Барни деткам соки там набрала. Короче, хотела ещё колбасы с хлебом взять. Молодец, хозяйственная. Вот Тимка здесь, Настюля здесь. А Дэня в песочнице. Он даже не захотел барни кушать, потому что он хочет в песок играть. Пониже, зайка, пониже. Жаль. Жаль. Что-то вот пакарс какую-то хочется сделать, знаешь. Да? Вот такой растёт пацан. Ты такой же был, да? Она что-то весь в тебя. Дэня, аккуратно. Ну ты видишь качеля? Сейчас прижмёт тебя. Спустись. Под морозом. Дэнь. Спускайся, говорю. Мы тебя починим, давай. Починим, ага. Это хорошо, если починиться. Дэня. Что-то. Дэнь. Слази, говорю, быстро. Ух ты. Фоткай, говорит, меня. Как я тут качаюсь. Да? Скажи всем привет. Эй, держись только. Поменялись. Говорит, Виталия, смотри. Виталий начал его качать. Он говорит, мама, отойди. Крепко держись. Да? Страшно? Дай посмотри на лицо. Держись крепко. Не отпускай. А то в космос улетишь. Ой. Во, молодец. Во, давай, подтягивайся. А потом на колесе. А потом на колесе. Молодец. А подтягиваться будешь? Вот, молодец. Давай. Во, молодец. Еще. Два. Он почти сам. Да, да. Мы так 3, 4, 5 раз делаем. Все? Давай. Еще. Давай, давай, давай. Еще, еще, еще. Молодец. Да. Еще. 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 День, ты как-то сидя подтягиваешься. По-моему, Катя качает все руки. Давай на колесе пошли. Вместе. Аккуратно только. Аккуратно. Вот так вот. На спорте у нас. Дальше. Поехали. Денька. На спорте пацанчик. Ну, давай, конечно. А, он, кстати, может даже, я думаю, поползить чуть-чуть. Там... Ай, ты... Ай, ты... Давай понижимай еще. Это я. Это я. Да давай, но я тебе не... Давай, давай, я. Давай. На плеху, бубай. О, моя. Держи. Давай. Поехал? Давай. Отрывай руку одну. Одну отрывай. Давай, вот так, смотри. Вот так. Отрывай одну. Отрывай сюда. Опа. Понял? Давай сюда. Раз. Свою лотилку. Куда? Какую другую? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Все, сейчас. Я подкачалась сюда. Серьезно. Пришли домой. Мы уже разбираем вот игрушки. Дэни вот такой набор купила. Человечки какие-то такие припретываются. Пристегиваются, прилипают к друг другу. Захотел он. Так, в Кантате сегодня что я взяла? Ой, мне дали еще подарок, представляете? Вот такая... Блин, а что она помялась? Не кайф. Короче, это фирменная вот такая вот из Кантаты. Блин, потому что она помялась, не кайф. Ну, поняли, да? Вот кладется так, и там что-нибудь на нее ставится. Вот она здесь глянцевая такая. Это скидку 5% они как-то давали. И я такая говорю, действует. Она такая, вчера был последний день. Другая девочка подходит, но говорит, скидка типа не работает, но мы вам сделаем подарок. Я говорю, о, фирменная подстилочка. Я же люблю Кантаты, поэтому я рада. И я взяла два кофе еще. Один взяла кленовый сироп вкусненький. С собой надо будет в поездку взять. А, я же вам еще не говорила, сейчас скажу. И банановый сплит, он тоже нравится мне. Я вам еще не говорила, что-то я уже скажу, что следующий влог уже вы, наверное, увидите. В Москве мы будем. Вот, да, следующий влог будет из Москвы, потому что на майские праздники, ну, первые майские праздники, первое, второе, третье день мы будем здесь. Или и четвертое, по-моему. Пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое. Короче, во вторник вечером мы уезжаем в Москву. В общем, половина майских праздников мы здесь, половина майских праздников мы в Москве. Кто-то звонил мне и говорит, как у вас погода? Мы собираемся из Москвы, так поняла, в Ростов поехать. А мы собираемся из Ростова в Москву. Ну, проведать Люси. Съездить по магазинам. В общем, пустой город Москва. И я смотрю, как раз-таки в среду мы уже приезжаем, мы на поезде поедем, вечером выезжаем, утром там, днем. Уже погода хорошая. В среду плюс 12, солнечно, без осадков. А до этого времени вот сейчас идет дождь в Москве. Мы привезем, в общем, теплую погоду. В общем, вот такие дела. Вся в предвкушении. Готовлю для вас видео, чтобы пока я буду в поездке, вам было что смотреть. Ну и готовлю новые видео из поездки. Так что будьте со мной, все узнаете первыми. Ну что, мои дорогие, горячо любимые, доброго дня. Всем уже день, да. И я сегодня монтировала видео, убирала, мыла посуду. Денька тут бесится с утра. После вчерашнего что-то я так дома хочу находиться. Приготовила. Сейчас покажу. Сегодня я запекла курочку. Я купила ее без кости. Вот это бедро без кости. И с картошечкой вот так запекла. 50 минут пекла. И у меня здесь все пропитано. Короче, майонез, сладкий чили соус, соли с зеленью немного. И что еще? А, и чесночок. Вот сейчас будем кушать. А так вообще смотрю сериал. Готовлю для вас видосики. Сегодня, наверное, будут целый день отдыхать. И составлять список, что мне нужно будет купить. В дорогу может быть что-то. И что вообще мне нужно будет купить. Кстати, насчет Милки разговаривали. Я говорю, мам, не знаю, как лучше тебе приезжать ее кормить. Или мне ее тебе отдать. Но вроде склоняемся к тому... Склоняемся к тому, что, наверное, я ее отвезу маме. Потому что недельку где-то она будет, считай, без меня. Наши из ней. Без нас вообще. А кошки, они такие привязываются к хозяину очень. Я боюсь, чтобы она тут со скуки не загрустила сильно. Вот, кстати, положила. Мне кажется, вот из этих делают еще начинку какую-то. Или знаете, какую начинку? Не сырную, а грибную внутрь туда. Я что-то такое ела. По-моему, из таких вот штук делают. В общем, нарезала себе помидорчик, огурчик. И смотрите, смотрите. Вот такой сладкий чили. Он, девочки, острый, запомните. Он прям островатый такой конкретненько. Ну, на мой взгляд. Но есть можно, но не конкретно, что прям там пипец и рот сжет. Но сжет терпимо. Ну, я чуть-чуть его добавлю. Сейчас попробую. Сначала я его сюда просто добавляла, выпекала с ним. Девочки, представляете, короче, ну, меня осеняет сегодня. У меня начинается опять этот кашель, который был, помните, вот давно-давно я снимала, уже мы с мамой КТ делали, тоже врача вызывала на дом. Как раз вот пандемия только началась, были панические атаки. И помните, у меня два месяца был кашель. Я вам в каждом влоге жаловалась, как тяжело. Я даже, наверное, помню, Фисташка, когда монтировала мои видео. Я же ей все время их присылала. Ну, как бы, как есть, да? А она уже вырезала. И там буквально через каждые два-три слова у меня кашель, кашель. Он сухой, он без мокроты, без ничего. У меня уже ни насморка, ни головных болей, ничего нет. Вот этот кашель, кашель, кашель. И я помню, что тогда еще женщина, тогда она мне кучу лекарств, по-моему, тоже там прописала. И от аллергии, и в этот раз тоже от аллергии присылала, ну, два месяца назад. Я же вот болела недавно, да? И вот я пропростыла, значит, все, у меня это проболело, и у меня остался кашель. Я помню, какого характера был тот кашель. Это тот же самый кашель. И я такая думаю, блин, оно очень похоже, ну, не может же быть такое, что вот прям, ну, в один-в один, понимаете? Я уже не знаю, что с ним делать, правда. То есть я не болею, чтобы лечиться прям реально, там, опять делать эти ингаляции, еще что-то. Он какой-то, он может успокоиться, вот он успокоился, нету, нету его. Потом в какой-то момент он раз обостряется, вот я хожу и кашлю, кашлю. И воздуха мне не хватает, и панические атаки, нет-нет, начинаются. Я такая думаю, блин, не год ли ровно назад это было? Звоню маме, говорю, мам, ты не помнишь? Говорю, когда мы с тобой котей делали, вот это вот кашель было. Он два месяца у меня был, я не помню. Я все подряд, наверное, делала, потом он просто через два месяца взял и исчез. И я такая думаю, е-мое, серьезно. То есть я ничего особенного не делала и даже не поняла, что я сделала, а может я и ничего не делала, просто время пришло. Короче, она говорит, я не помню, я говорю, надо влог посмотреть, девочки. Я сейчас просто пролистала, чтобы вы понимали. Вот кашель не буду вырезать, вот так вот я и кашляю, понимаете? Говорю, говорю, и оно прям подходит кашлять. Опубликовано 7 мая, вы понимаете? Так это не в день коты, это же заранее я влоги снимаю. То есть это вот ровно год назад, ровно год назад у меня был этот же кашель. Мне кажется, может быть, это какая-то аллергическая фигня. Может быть, в мае, вот конец июня, что-то появляется на улице, а что, только непонятно. И аллергия. Я сейчас отключила полностью батареи, потому что мне не хватает воздуха, мне кажется, у меня такой спертый воздух. Я везде открыла окна. Я выхожу на балкон, пытаюсь вдохнуть воздух, и мне его не хватает. Как будто вот мало. Я включила увлажнитель. Я тут начала пить уже воду стаканами. Выпила, в общем, от аллергии что-нибудь. Я еще переживаю, так вот это от аллергии пить. Я вообще лекарства очень не люблю пить, потому что мне кажется, что у меня будет аллергия на какое-нибудь лекарство. Хотя за всю мою жизнь у меня не замечено вообще ни на что аллергии. Я вообще не аллергик. Но знаю и слышала, что к возрасту может появиться аллергия на что-то, на что я не была раньше. Знаете, с чем, с какой целью я вот вам это все говорю? Поделитесь, пожалуйста, у кого аллергия происходит, вот такая весенняя, и на что она сейчас может быть. Я просто постараюсь понаблюдать. Я пока что не понимаю, на что она. На солнце может быть аллергия или что? Пух тополины вроде не это еще. Не летит. На что в мае может быть аллергия? Вот конец июня, вот так, начало мая. Поделитесь, пожалуйста, кто тоже страдает какими-то аллергическими. Мне кажется, это оно. Я сейчас попью, а ей же 5 дней надо пить. Это же не так, что ты выпил что-то от аллергии, асути там прошло. Он может как бы заглушить какой-то симптом. Так я еще и зодок пью, я не 20 капель сразу, а по 10, по чуть-чуть. 10 час, 10 перед сном выпью. И в течение 5 дней. Я помню, что эта врач говорила, вот ребенку, да, там у него какие-то покраснения там были от еды, например, много поел чего-то, аллергия. Она говорила, что нужно 5 дней противоаллергенные пить. В общем, я сейчас тогда 5 дней пропью, попробую, посмотрю. Короче, поделитесь, пожалуйста, аллергики. На что аллергия в начале мая. Спасибо. Всем доброе утро. У нас с утра доставочка из ленты. Дэнь, смотри, что я взяла. Ты видел? Это Пасха. Какая красивая. Да, Боже. Да, подожди. Куда ты понес ее? Иди сюда, отрежу тебе кусочек. Красивая Пасха. Будешь слизывать все сверху. Она мягкая такая. Кайф. Дэнь, еще печеньки я тебе тут взяла и конфетки твои любимые. Так, а это, честно говоря, я в дорогу взяла. Вот таких 2 возьму в дорогу, чтобы в холодильник не ставить. Как раз на 2 кружечки кофе с утра. Это вот в поезде мы будем ехать. И одну такую возьму с собой в гостинице. Вот. У нас хоть кофе там рядом продают, мой любимый. Но я одну возьму с собой, чтобы ее потом не искать, вот это здоровое меню. В дорогу взяла всякие фруктошки, дыньки, творожочки. Вот. Его любимый молочный ломтик. Ну, короче, так, по мелочи. Бесплатно была сегодня сборка и доставка. Так что чуть-чуть взяла. Вы знаете, только что меня всегда удивляло. Почему так мало изюма кладут? Вообще, ну, просто вот этот хлеб. Он сам по себе вообще-то суховатый. Редко кто готовит прям, знаете, такое прям Пасху. Шикарное тесто, чтобы было. Тут своеобразное тесто в Пасхе. Мне все время в Пасхе не хватает вот изюма. Прям, чтобы прям все в изюме здесь было. День рождения? Нет, это не день рождения, это Пасха. Это пробуй. Пробуй. Мама всегда любила эту сверху вкусняшку. Пасочка вкусная, День? Да. Ну, кушай. Ты решил съесть вот этот верх весь, да? А вот это тесто попробуй. Оно тоже вкусное. Свеженькое еще. Попробуй. Вкусненько? Да. Ну вот, кушай. Это не надо так делать. Вообще дети одинаковые. Все, День, не надо так делать. Вкусно. Это настоящая Пасха. Это настоящая Пасха, между прочим. На, вот тебе еще красиво. А тут не надо, День. Будь некрасива потом. Вкусно. Решила это, не быть строгой мамой. На, вот тебе. Верх отрезала. Смотри, руками. Руками не надо. Вот вверх я тебя отрезала, вот так кушай. Это ты мне. Спасибо. Ага, очень вкусно. А ты прям так кусай. Не, кусай, зайка. Вот так кусай. Немножко теста. Вот, вот так. Ну, а что, в принципе, можно дать ему верх вести. А здесь тоже, в принципе, вкусное в золотом голосе тесто. Вкусно мне понравилось. Но изюма не хватает. В общем, мы съели верх с Денечкой. И остался у нас низ. Что с ним делать? Ну, с маслицем, наверное. Съедим по позе. Вообще, я как-то изъявляла желание. И мне кажется, что куличи, они должны быть вот такие вот. Вот такие вот, да? И половина должна быть как раз таки полита. Чтобы просто брали вот так и кусали. А не так, что верхушку вкусную съели. А все остальное невкусное. Надо делать все вкусное. Либо они должны быть вот такие маленькие. Либо они должны быть вот такие плоские. Вы понимаете, о чем я, да? Меньше отходов, чтобы было. Ну, что, мои хорошие, я искупалась. Покрасила брови, как вы заметили. Покрасила. Ну, что, мои хорошие, доброе утро. Я такая полу накрасилась, губы еще не накрасила. Сегодня крайний день. Мы находимся в Ростове-на-Дону. Сегодня вечером мы уже уезжаем в Москоу-Сити. Погода сейчас у нас в Ростове хорошая. Ветра нет. Ну, и солнце что-то, я смотрю, спряталось. А в Москве завтра уже начинается солнышко. Это классно. Я в ПВХ собираюсь. Я еще собираюсь сейчас видео вам отснять одно. Все помонтировала уже. Там обложки надо поделать. В общем, такие технические, как говорится, моменты для вас. Все подготовила. Будет что посмотреть, пока я буду отсутствовать. Ну, конечно же, в сторис, в инстаграм заходите. Там вы будете узнавать все первое, потому что в Москве я с собой не беру ни ноутбука, ничего. В Москве мы будем только снимать, 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 снимать. А как только приеду домой, сразу же для вас смонтирую вложек. Поэтому, если вы хотите узнать, где мы, что мы, как мы, то обязательно подписывайтесь на инстаграм. Я буду снимать сторисы, где мы там тусуем, как мы время проводим. И потом уже, конечно, все подробно увидите во влоге. Я думаю, что сейчас я буду с вами прощаться, потому что, честно говоря, мне надо смонтировать этот влог, чтобы вы уже понимали, что мы уехали, чтобы вы ждали новых видео. И сегодня я прям вообще вот такая, вся такая вот такая. Все надо успеть, поэтому камеру брать не буду. И оттягивать влог, чтобы его прям перед отъездом монтировать тоже не буду. Кстати, по поводу аллергии, по поводу кашля. Сейчас вот третий день уже буду пить. Мне кажется, становится легче, когда я пью зодок. Хотя, ну, противоаллергенная, да. Хотя говорят, что зодок там и такие популярные там сильно средства, они все помогают от аллергии, поэтому не факт, что если зодок я пью, и мне не помогает, не факт, что у меня не аллергия. У меня может быть аллергия, просто свой антиаллерген нужно еще подобрать. Вот, но мне вроде становится легче, и кашля меньше. Поэтому я склоняюсь на то, что это вполне себе, возможно, какая-то аллергия. Вот, с Кристинкой созвонились уже, она тоже там собирает вещи, пакует. Денька, День, к Марку и к Любе поедем? Да. Супер. Вот, короче... Открой дверь! Мы собираемся... Открой дверь! Открывай! Привет, мама! Привет, солнышко! В общем, все, собираемся, одеваемся. Милку отвезу маме, кто переживает, как будет Милка, да. Сейчас я еду, горшок новый куплю туда, к маме. Вот, ну и все. Иди к мне на ручке. Увидимся в следующем влоге. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok